Эй, псс! Здорово! Последняя цифра твоего лайка на этом видео покажет кто-то из меланплейграунд, а последняя цифра твоей подписки на мой канал покажет твой предмет из меланплейграунд, поэтому спускайся прямо сейчас вниз, подпишись и поставь лайк, посмотри на экран, обрати внимание на последнюю цифру твоего лайка и твоей подписки, и напиши в комментариях кто-то из меланплейграунд, всё просто. Если твой лайк 8, а последняя цифра подписки номер 5, то ты лимон с кактусом. Прояви свою фантазию и приятного тебе просмотра. Выполни несколько простых условий. Первое, тебе нужно обязательно подписаться на мой канал. Второе, тебе нужно обязательно поставить лайк под моим видеороликом. Третье, тебе нужно обязательно написать топовый и интересный комментарий. Ну и не забудь подписаться на мою телегу, ссылочка будет в закрепленном комментарии. Что ж, я не буду тянуть твое время и приятного тебе просмотра. А в этом видеоролике будут факты от наших подписчиков. И если ты хочешь, чтобы твой факт попал в мой следующий видеоролик, то просто присылай свои интересные какие-то истории, факты или мифы. И мы обязательно проверим их в моем будущем видеоролике. Ну а первый факт звучит следующим образом. Могу тебе сказать 100% факт. Если ты убил милона, но у него до сих пор идет сок, то ты можешь его спасти, построив дефибриллятор. Возьми генератор, подключи к нему железную пластину, электропроводящий проводом, а также нажимную кнопку обычным проводом. На генераторе выстави напряжение 220 вольт. И если твой милон еще не истек соком, то положи пластину ему на грудь и быстро нажимай на кнопку с периодичностью в секунду. И делай это до тех пор, пока он не откроет глаза или его сердце не забьется. Это конечно все интересно, но я плюс-минус знаю этот факт. И он на самом деле работает. Однако можно так сильно не заморачиваться, ведь это работает намного проще. Вам нужно просто сделать несколько простых действий. Первое, вам нужно просто подключить к любому металлическому предмету просто генератор и выставить мощность на 220 и больше. Главное не переборщить. И все, по сути, как только ваш милон умирает, у вас есть возможность несколько раз его воскресить при помощи конструкции, которая проводит ток. И он буквально воскрешает с первого раза. Так можно провернуть несколько раз до тех пор, пока у милона просто-напросто не развалятся все кости и органы изнутри. Однако это работает и работает довольно-таки исправно. Проверяй это и напиши обязательно в комментариях, знал ли ты об этом. Ну и давайте перейдем к следующему факту. Ну а следующий факт звучит следующим образом. Меланфонг. Если включить любой транспорт на карте город и нажать следовать, то через какое-то время он исчезнет. Я слышал этот факт и давайте проверим. Возможно, это на самом деле работает. Однако я сам это никогда не проверял. Пожалуй, я возьму БТР, потому что, как мне кажется, он обладает большей проходимостью и он будет лучше работать и лучше ехать. Мне кажется, это наилучший вариант. Что ж, просто нажимаем на кнопочку Activate, на кнопочку Follow и сидим отдыхаем. И через некоторое время мы вернемся к этому вопросу. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, путь наш занял 7 минут реального времени. То есть, это ускоренная съемка, понятно, но целых 7 минут мы сидели просто и ждали. И что вы думаете? Транспорт наш никуда не исчез. Я провернул это дело несколько раз и все заканчивалось одним и тем же. Просто-напросто развалился БТР и любой другой транспорт. Возможно, это работает только у меня или, возможно, этот баг пофиксили после обновления 25.0.1 и это работало в 25.0. Возможно, это так, но это не работает, хотя баг или факт был бы очень интересным, если бы это реально работало. Своё мнение, конечно же, пишите в комментариях и обязательно проверяй это. Вдруг у тебя работает и я сделаю просто-напросто что-то не так. И давайте перейдём к следующему факту. Ну и следующий факт, а также от нашего подписчика. И звучит он следующим образом. Если построить что-то наподобие электрического стула и посадить на него томат с привязанной головой и поставить мощность 500 вольт и активировать его, то с каким-то шансом помидорки останутся с эффектом электричества. Звучит очень перспективно и интересно, но мне кажется, что это не работает по одной простой причине, потому что мощность уж слишком высокая, и мне кажется, он просто-напросто начнёт взрываться, и эффекта электричества никакого не будет. Но мне очень интересно это проверить. И давайте посмотрим, как у нас это получится. Я взял просто-напросто обычный стул. Проверил, он работает электричество, поэтому нам подходит. Привязываем туда нашего томата. Далее обязательно нужно зафиксировать голову. И вот я не знаю, нужно проводить ток через стул или напрямую к NPC. Я, пожалуй, попробую несколькими способами. И посмотрите, у нас не получилось провернуть факт так, как это хотел подписчик, однако у нас получилось найти свой собственный баг. Просмотрите просто как это всё жёстко смотрится, как колбасит стул и какое жёсткое напряжение. Я в первый раз вижу, чтобы искры вели себя подобным образом. Кстати, обратите внимание, мы можем заметить, что они как бы отскакивают от пола. Это очень интересно, меня это реально забавляет. Своё мнение, конечно же, пишите в комментариях. Я, конечно же, что-то явно сделал не так, потому что достаточного описания не было в этом комментарии. Однако, если ты понял, как это всё провернуть правильно, пиши обязательно в комментариях. Ну и давайте перейдём к следующему факту. Ну и следующий факт. Если поставить время 1 апреля, то тогда все персонажи будут смотреть в камеру, но у кактуса будет лицо, как у яблока. Давайте проверим. Вроде бы я что-то знаю про этот факт, и возможно, я его даже когда-то проверял, но так как это как будто бы новый факт, давайте проверим его ещё раз. Выставляем время через настройки на 1 апреля и просто ставим наших NPC. Мне уж на самом деле очень интересно, во-первых, как поведёт себя кактус, и как будет смотреться томат. Это реально самое интересное. И смотрим. Реально, у всех почти оба глаза появляются, однако через раз, но у томата ничего не происходит. Что интересно, у кактуса в самом деле, с некоторым шансом может появиться голова яблока. Это очень забавно. Не знаю, баг это или фишка, я думаю, что всё-таки это фишка и отсылка-пасхалка какая-то от наших разработчиков. Знал ли ты об этом, обязательно пиши в комментариях. Ну и давайте перейдём к следующему факту. Ну и следующий факт звучит следующим образом. Если поставить на 1000 вольт и подцепить генераторы к машине, то тогда она будет очень быстрой. По-моему, это я недавно проверял, но давайте проверим это ещё раз. Ставим любую машину, я поставил джипы. Просто цепляем генератор к джипу и подключаем его при помощи провода. Выставляем мощность 1000 вольт, можно даже и больше при большом желании. И смотрим, как она себя будет вести. Вы просто посмотрите, с какой скоростью она вылетает со старта. Именно, возможно, максималка у них будет одинаковая, однако я точно уверен, что стартовая скорость у джипа будет намного выше, чем без генератора. Это просто интересно. Я думаю, что разработчики это так и задумывали, чтобы генератор использовался примерно таким способом. Напиши обязательно в комментариях, а знал ли ты об этом и какие механизмы ты строил при помощи нового электричества. Ну и давайте перейдём к следующему факту, ну а этот официально рабочий. Ну и следующий факт. Если в Милона вкалывать шприцы защитой от электричества, то если он умер, то его нельзя будет оживить при помощи электричества. И мне кажется, что это вполне логично, и это будет работать. Давайте проверять. Вкалываем наши шприцы защиты и смотрим, что же будет дальше. А всё достаточно просто. Теперь Милон не проводит электричество. Оживить его при помощи электричества невозможно. И он никак не реагирует на напряжение. Что очень интересно. Я думаю, что разработчики просто-напросто хорошо продумали этот момент. Ну и давайте не будем долго задерживаться на этом, и перейдём к следующему факту. Ну и следующий факт звучит следующим образом. Если погрузить генератор под воду, то он перестанет работать. И вот это, мне кажется, вполне логично и 100% работает. Вот я не помню, проверял ли я это в предыдущих роликах. По-моему, я об этом точно знал. Но я не знаю, проверял ли я это или нет. Уже столько видеороликов было снято, вы просто не представляете. Напиши в комментариях, снимал ли я про это видеоролик. Мне будет очень интересно это узнать. И в общем-то, давайте проверим. Переходим на карту с водой, берём наш генератор и активируем его. И погружаем медленно под воду. И обратите внимание, это на самом деле работает. Он абсолютно практически сразу отключается. Что интересно, перед отключением из него вылетают какие-то жёлтые маленькие молнии. Это очень интересно. Знал ли ты об этом, пиши в комментариях. Ну а как по мне, это вполне логично и интересно. Ну и на этом мой видеоролик подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. И помни, дружище, как всегда, увидимся на днях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова